зурк пишет техника должна быть как автомат калашник всегда рабочий это касается и против вооруженного против согласен согласен совершенно картин пишет приветствую доброго дня иван отличительная черта именно боевого искусства состоит в том что техника работа с оружием перетекает трансформируется безоружную наоборот на совершенно верно согласен ронина яма пишет максу плюс супер василий пишет добрый день вам тоже доброго дня сергей пишет у нас занятия начинаются с отработки умения оценивать общую ситуацию до боя видеть в ладони и контролировать дистанцию бесполезно отрабатывать только приемы защиты ну сушь кто кто как к этому подходит в разных клубах свои подходы может быть действительно там вы начинаете тренировку с того что вы оцениваете общую ситуацию в боевых клубах в боевых искусствах как правило этим не занимаются потому что вы работаете универсально вы работаете на любой дистанции и если вам необходимо например вы схлопываете дистанцию если необходимо если вам удобнее там вы работаете на другой дистанции это зависит от того каким конкретно боевым искусским боевым направлением вы занимаетесь вот и в этом смысле там предварительная оценка вот такая знаете был такой сериал всегда солнечной филадельфии не знаю смотрели не смотрели это один из моих любимых сериалов его пересматривал раз 10 не кажется уже там в одной из серии там там есть некий такой сюжетный герой мак что интересно он один из сценаристов кстати говоря этого всего сериала гениальный человек но он играет знаете якобы вышибалу бара на самом деле который всех и всего боится и вот так и есть такие моменты когда он производит предварительную оценку угрозы делает это причем в темных очках поэтому ничего почти не видит и он говорит я очки надеваю для того чтобы все не видели что я боюсь знаете мне вот этот напоминает но снег но в боевых клубах нет предварительной оценки какой-то там волшебности и так далее еще раз ребят во первых возможности нашего восприятия довольно ограничены если вы специально не занимаетесь тем что снимает эти ограничения вот мы говорили уже медитациях там например тогда вот тебя на появилась добрый день вам тоже доброго дня значит это снимать медитативными практиками там специальными подводящими так далее допустим но в целом смотрите когда существует направленное внимание она автоматически вас связывает с предметом вашего внимания это означает что вы автоматически игнорируете какие-то другие детали и это то о чем я говорил в начале стрима даже упущенная деталь может быть фатальной для вас в результате если вы не упускаете на этом на этом принципе построена собственно медитация когда вы сосредоточь когда вы умеете фокусировать свое внимание на определенные цели на определенной задачи вы автоматически игнорируете все остальное то есть если вы хотите добиться игнорирования какого-то фона все что вам нужно сделать это сосредоточиться на определенной задачи это вот некие начала медитации в принципе для того чтобы например в вашей голове не роились мысли для того чтобы вас не захлестывали эмоции какие-то для того чтобы там я не знаю не знаю вот это вот житейское море чтобы вас не волновало все что нужно сделать это сосредоточиться просто на одной задаче все это море перестает вас перестает вас интересовать после этого этот хороший способ научиться медитации но с другой стороны это не менее хороший способ научиться игнорировать то что может быть важным для вас именно поэтому кстати говоря многим людям не дается вот эти вот первые этапы медитации почему потому что человек уже привык мониторить максимально все вот трудно ему например не воспринимать звуки вот он сидит там закрыл глаза или пол закрыл глаза да ему нужно сосредоточить на определенных задач мы даже даже на простой релаксация например да надо сосредоточиться а он не может его все время что отвлекает звук машины например на улице пение птиц какое-то я не знаю там кошка если в доме есть пришла мяукнула все человеком не в медитации он не может собраться не может сфокусироваться ну и мы можем говорить что дни но человек плохо занимается медитацией с другой стороны мы можем говорить о том что человек хорошо очень отработано вот этот вот вот это вот про мониторивание всего окружающего вот такая вот ситуация так секундочку запрос пишет медитации сначала на одном концентрируешься а потом а потом это внимание на все расплывается не задерживается нигде ну да да это идеал это результат но даже вот эта вот задача сосредоточиться на том чтобы не занятие стрела значится ни на чем да ну допустим мы так зациклим эту задачу она фактически ведет к тому чтобы мы игнорировали фон опять да то есть вот это один из важных очень моментов если мы говорим например о медитации как мы ее знаем большинство европейских граждан или условно европейских знакомых с дзен и чань медитации лист хиан и там например да сон медитации там так далее то она построена не по такому принципу надо развязать все связи надо как это сказать снять все все что у вас связаны отказаться от всего что вас привязывает к тому что мешает вам двигаться дальше да но это естественно это простая логика для того чтобы планомерно двигаться к своей цели нужно отказаться от всего что вас сковывает по возможности вот примерно так выглядит собственно процесс медитации чайницкой там например так окей дальше идем сергей пишет лучше не учиться воевать по голливудским фильмам бесполезно занятие конечно согласен совершенно ребят мы уже с вами говорили о том что кинематограф youtube в том числе ребят тоже самое это вещи не несущие полезной информации это все развлекательного характера вещи вот посмотрите на статистику ютюба скажите какие каналы имеет большее число пай подписчиков и максимальную монетизацию ребят развлекательные хайповые и чаще всего недалекий канал но согласитесь это факт вот так это все устроено мы уже говорили с вами что мы живем в мире фейкового информационного поля если вы развлекательный канал привык какой-то принимаете за за серьезный какой-то информационный ну наверное здесь есть какая-то проблема правда это не значит что развлекательный канал не может внести какой достоверной информации но это скорее всего значит что все таки может быть значительно лучше обратиться к каналу который там несет информацию конкретную доступную какую-то на котором можно проверить на секундочку там и так далее да то есть когда мы там обращаемся например к блогерам которые просто там я не знаю как это называется высказываются о тех или иных передачах тоже развлекательных там на основных каналах например российских да и как-то их переозвучивают там и так далее ну понятно что там информацию 0 да там чистое развлечение как бы вот так дальше идем так что до учиться по голливудским фильмам сражаться да это конечно смешно я даже не знаю кому это может вообще прийти в голову так же как и по ютюбу например вот он показывает я вот опять сталкиваюсь последнюю неделю наверное сталкиваюсь с тем что не youtube предлагает опять стопроцентные способы победить любого как ударить так чтобы человек упал сто процентов как ударить так чтобы человек больше не мог сражаться стопроцентно работающая техника стопроцентно работающим броски какие-то стопроцентно ребят столько стопроцентных вещей и и до сих пор нет ни одного стопроцентного героя вот такого кто этим владеет это блин офигеть просто это такое чудо прям знаете если вы делаете ставку на один элемент стопроцентный дубы не боятся вот все что можно сказать по этому поводу так дальше идем василий пишет цель все средства не что ну хорошая целеустремленная позиция супер